Монумент В тесанной стене поставил танк с глазницами пустыми. Я выкопал его бы, как он есть, в пробойных, в листах железа рваных. Невянущая воинская честь есть в этих шрамах, в обгоелых ранах. На постамент забравшись высоко, пусть, как свидетель, подтвердит по праву. Да, нам далась победа нелегко, да, враг был храбр, тем больше наша слава. Стихи эти я написал очень давно, еще в Монголии, в 1939 году, после первых наших танковых боев с японцами. Но прошло время, и эти памятники начали вставать на полях битв Великой Отечественной войны, один за другим, все дальше и дальше на запад. Наш фильм о танкистах, полных кавалерах Ордена Славы. И, конечно, мы чаще всего будем расспрашивать их о войне, но душевная красота и твердость характера бывших солдат с не меньшую силою проявилась и в мирное время, в том, как они прожили свое послевоенное тридцатилетие. Иван Архипкин, коронавщик, Михаил Большаков, слесы, Матвей Синельщиков, механик, Егор Полтьев, слесы, Евгений Сенаторов, токай, Василий Шаров, слесы, Михаил Летягин, шахтер, Илья Сергеев, колхозный бухгалтер, Константин Венгер, тракторист, с трактора на танк, с танка на трактор, передний край, выражение фронтовое. Но оно осталось от войны не просто как слово, а как принцип жизни человека. И не только в военное, а и в мирное время. Но для того, чтобы, засучив рукава, начать строить, надо было сперва дойти до Берлина, покончить с войной. А война начиналась не с памятников на местах наших побед, а вот с этого, с этих немецких танков, вынувших на поля и дороги нашей Родины, с этого, страшного для нас, лета 41-го года, единственный из наших собеседников, так и оставшийся после войны, кадровым танкистом, Василий Бояк, тогда, в 41-м, встретив с войной 15-летним сельским хлопцем. До сентября месяца был я на Украине, Полтавской области, а в сентябре месяца, 6 сентября, мать, с двумя сыновьями, Ваня и я, Вася, эвакуировались. В это время, старший брат Гордей Семенович служил в армии, закончил училище пехотное московское имени Верховного Совета. Брат 22-го года, Николай, был призван в армию, отец нас проводил, мать и двух сыновей, Ваня и меня. Ну, мы эвакуировались, не только что мы эвакуировались, мы даже угоняли скот в тыл. Отец проводил, и сам ушел тоже в рейкомат, и ушел воевать, был ранен уже под Ростовом. Ну, как вот это была дорога-то? Ну, дорога, да, нелегкая дорога. Дело уже осень была, дожди, сляка, грязь, так? Подводы у нас были в упряжке быки, продвижение медленное, так? Надо скот гнать, так? И в это время по пятому, буквально по пятому шел немец, так? Бомбил, обстреливал, так? Было ужасно. Я уже в эти годы, 15 лет, понял, что такое война, так? Я вместе отступал с солдатами, вместе шли, вместе с солдатами шли мы, по одной дороге. Это горе, это первые дни войны, вот, они уже дали знать, что такое война. И в районе города Лиски мы потеряли брата, я потерял брата свою Ваню, так? где-то в самотоке, в какой-то прибомбежке, при обстреле, так? Но его не стало. И так до сих пор я его с ним не знаю. Мы ответим, с чем вы на западной границе войны стоите? Техника, значит, у нас была, значит, БТ-7, танки, значит, БТ-5, лет 26, были еще, мало, но были, такие, знаете, устаревшие конструкции, так вот, можно сказать, первый танк, наш, Т-26, там, экипаж, всего два человека, а так, в основном, БТ-7, БТ-5. Ну, значит, ждали, значит, обновления техники, более такой, современной. И, значит, так, танк Т-34, он уже, в то время, уже вышел, у нас был один, как этот, экземпляр, значит, стоял под ботезентом, значит, вот, Но еще на нем не ездили? Еще не ездили, нам так покажут его, значит, так, вкратце, значит, его техническую характеристику, рассказывали, значит, его технические данные, хорошая машина. Ну, пока еще они к нам, к одним, значит, войны, начал войны, еще и поступили. Нам говорили так, если будет извещение, повестка с военкомата, то их нужно сдать, будет в отдел кадров, потому что на вас будет наложена броня, так как трактористов не хватало в то время, на тот предприятий, надо участвовать. Ну, и когда пришло извещение, повестка, военкомат, я эту повестку взял, в отдел кадров я ее не сдал, а собрали вверх, сумку, весь, и пошел в военкомат, призвали войны. И еще эти войны, да? Не колебались, нет? Нет, взяли войны. А почему не остались на броне? На броне, ну, почему? Потому что брат уже погиб. Товарищи, которые вместе со мной кончали железнодорожную школу, в Ореху и Зуя. Их уже не ослушали добровольно. Прислали письма. Вот. А потом еще погиб брат, и я решил все-таки пойти в армию, пойти на фронт. А как мама к этому отнеслась? Мама отнеслась, она ничего такого мне не сказала, но если бы это требуется, пожалуйста, ищай. Но на фронт Василий Иванович Шаров попал не сразу. Долго ждал этого. Почему так вышло? А потому что ростом был маленький. Мне отобрали машину. Отдали фронтовикам, которые уже опытные. А у меня нас направили в запасной полк. Ну, здесь опять же наш экипаж бракует. Нас оставляют при учебном полку здесь. Опять его с там не сделали? Полк отправили, а после уже нашу машину направляют на фронт. На фронт попадаем, это в марте месяце было. Приезжаем на фронт, опять меня там бракует. Вместо меня дают механика Старшенко Карандышева. Он только прибыл из госпиталя, воевал в этой части. И опять же меня... Ну, потом командир машины, ваш лейтенант... Заступился? Да, Заступился. Стрелков. Мы меня оставили. Командир машины, Стрелков Виктор Макарович, из города Горловка, шахтер, Донецкая область. Шустеров, наводчик, старшина Шустеров. Он участник еще финской войны. Опытный был наводчик. Он откуда? С Ленинграда. Сам он с Ленинграда. Потом Луканов был, заряжающий. Николай Иванович, сержант. Он с Куйбышева, с колхоза, только не помню я, какой колхоз. Ну, и вы из Подмосковья. Я из Подмосковья, с Павла Посада. А что за люди, потому что по характеру, кто так? Ну, по характеру Шустеров. Он был очень отзывчивый, веселый был, пел хорошо. Луканов шутник, большой шутник, много рассказывал всяких анекдотов. Так что в свободное время, когда в обороне стояли, никогда не унывал. Ну, и я. А Стрелков? Стрелков, он был молчаливый очень. Но только когда в трудный момент, он одну и ту же песню пел, разу поду, поду, поду. Какой? А? Какой большой? Это украинская, украинская песня. А вы самый молодой и самый маленький? Самый маленький. Ну, тоже переживал такое время. Вот Луканов, тот, когда переживал, ему весь мешок сухарей поставь, он будет грызти, грызти, грызти. Понимаете? А вы как переживали? У него сон клонило себя. Прислушайся к разрывам. Они же стараются выявить. Бьют то рядом, то сбоку, когда в обороне стояли, бьют. Прислушайся и засыпаешь. Каждый по-своему переносил этот напряженный час. Когда человек перед боем, он сильно напряженный человек. Ну, а все это пропадает, когда только на стартер нажал, машина заработала, захудела, пошли в бой, тут забываешь все. Только одно стремление, значит, победить и выйти невредимым. Приказ был переправиться на ту сторону. Два подхода основных сил. Ну, вот мы переправлялись. Наш экипаж переправлялся вторым экипажем. Первый экипаж перед нас уже отправился. Переправился. Мы вторым переправлялись. Когда переправились на ту сторону, стали вести огонь и глядим, наша машина одна подбита. Экипаж там негде был, укрыться им, потому что с минометов били. И артиллерии били, и пулеметы били их. Ну, мы решили тогда их спасти. Вернее, на большой скорости я подскочил, открыл люк и через башню тоже. Ток взяли, я еще не успел люк закрыть. И тут взяли их все-таки, да? Взяли, да. И тут в это время разрыв снаряды. Снаряды или мины. Не пойму чего. Рядом с машиной прямо разорвалось. Я не подумал, что это меня осколком, ничего. Думаю, наверное, булыжником каким-нибудь стукнул. Сильный очень, удар-то был. Посмотрел, на коленки, нет. Рядом, нет ни где. За щеку хватилась, кровь. Глотать стал. Больно чего-то. Мешает. Ну, это, конечно, когда в челюсть ударил, зубы выплюнуло. Ну, и что ж, пошли вперед. Продолжали бой. Мы в лоб шли, сбоку. И вот мы стреляли. В том бою мы подбили два танка, пушку раздавили, бронетраспортер наш экипаж уничтожил. И вот, когда я почувствовал, что он сдрогнул там. Это попал снаряд, как позже уже выяснилось, в лоб был. Он не пробил. А уже сбоку попал, как раз под механика водителя, попал в трансмиссию, выбило. И танк уже не движим стал. И механика водителя, Саша Попова, перерывала снарядом. Попала. И вот его, значит, голову, значит, все выбросило от взрыва снаряда, вот это все. Нам аж в башню попало. На вас? Да, на нас. Вот. Ранен был этот самый, механик водитель тоже, помощник его ранен был. Ну, вы выскочили. Мне ранен. Я не понял. Видел, что там начал дымить, все, выскочили мы. Когда разобрались уже здесь, пламя пошло, дым пошел, уже все ясно, что ничего. Кинули все, собрались трое, нет одного. А позже уже, значит, когда стабилизировался уже, значит, Саша сгорел, от него осталось, ну, немного, немного осталось, его захоронил. Там же вы ее похоронили? Там же, там же захоронили. Да, да. Этот бой все-таки выиграли наши, потому что подбросили, еще подошел механизированный корпус, наши танки подошли, еще все, и не вышли немцы. Но ваш танк сгорел, это бой? Да, и нас сгорело много танков. Нужно прямо сказать, что в этом бою подбили их, почти всех, эти танки уничтожили, и все, ну, и наших много. Нет, сам батя, я пролежал там, дней 12, так вот, ну, жанна стала заживать уже, рот стал открываться, первое время был еще опухший, губа верхняя доставала сюда, до носа, нижние губы, зубы были, только видны. Ну, потом уже стал рот открываться, чайная ложечка стала проходить, питание мог уже поднимать, но рана еще была не зажита, потому что тут она долго не заживала. Ну, я решил вернуться в часть, потому что после госпиталя могут послать в другую часть, а тут в своей части уже привык, всех знаешь, тебя все знают, и потом привык к своему экипажу, чтобы не привыкать снова, ну, я решил покинуть в госпиталь. Попросил медсестру, которая дежурила у нас в палате, амунирование, она говорит, я не могу дать, потому что за тебя мне придется отвечать. Не дам. Ну, я подумал, подумал, взял и ушел. Ушел как раз в пост, где регулировщик находится. Халат ушел? А? В халате, в тапочку, в халате. Пришел, я спросил у девушек, машина хозяйства, у Гумичука машина проходит, она говорит, мы не знаем, тут много хозяйств, но если пойдет, мы тебе скажем. Я говорю, а где можно отдохнуть? Они говорят, вот наш домик, там он, на чердаке там сено есть, можешь там отдыхать. Ну, я, лез туда, лег, уснул, потом они разбудили, принесли мне в речневую кашу, котелок, я попушу, а уже на второй день утром они мне сказали, что идет машина. Ну, я сел на эту машину, проехал, только вышел, вылежу, командир полка выходит. Я говорю, откуда взялась? Я говорю, как откуда, с госпиталя? Да, ну что ж, тут же он приказал идти получить амбандирование и в санчасти, находиться при санчасти, долечиваться. Ну, как мне говорить, все же, как я не терпится, нужно навестить свой экипаж. Я узнал, где машина замаскирована стоит. Пришел туда, туда-сюда, поговорили, как раз уже стемнело. Ну, и сразу по машинам и убой. Ну, я сел тут так, уже бесплатный пассажир, можно сказать. А у него уже был другой механик? Другой механик водитель был, Ткаченко, молодой парень, только окончивший курсы. Он еще в боях не участвовал. Ну, вот, когда он растерялся, попали в перехлестный огонь, машина засела. Засела, тогда командир машины попросил, старшина Шустеров, сесть мне за рычаги и вывезти машину оттуда. Ну, застрял, буксовал машину. Ну, я сел за рычаги, включил заднюю скорость, сумел выехать. Выехал, и так пошел бой, уже за рычагами. Остался в своем экипаже. Экипаж у нас был, как говорят, со всех концов был. Нас двое было с Кубани. Башнер был, и я с Кубани. Командир танка был, москвич, Юрий Александрович Ахапкин. Щербань, Никифор Савельевич, комбат, был с Украины. Вот весь наш был экипаж. А механик? А механик-водитель был с Умской области, тоже с Украины. Ну, этим экипажем нам пришлось воевать до Удара. И экипаж, это же одно целое такое, единица такая, как бы сказать, как один. Все заодно, один за всех. Вот так вот должно быть. Вот. Ну, в составе взвода примерно, чтобы поддерживать огнем друг друга. один танк попал в беду. Да, один танк в беду попал, значит, надо помочь ему огнем, вот, следить за боем, вот, когда бой идет, следить и стрелять. И в то же время надо, значит, за другими машинами следить, вот, за полем боя следить. Или подсказать, что там, ага, вот, напротив, там, вот, там, танк или пушка такая, которую он не замечает, понимаете или нет? Вот. Или же там, вот, фаустник сидит какой-то, понимаете, вот, так, по рации передать там, друг другу. Вот такая вот взаимовыручка такая экипажа должна быть. Тогда, значит, всегда будет победа, всегда будет уверенность, вернее, в победе. Уже смелее в атаку идут люди. Когда освободили Полтачину, я был в Новосибирске. В это время я закончил девять классов. Летом до призыва в армию работал на заводе. Мать работала тоже на заводе. И где-то уже в сентябре, в середине сентября месяца я услыхал по радио голос Левитана о том, что освобождена Полтавская область и мое родное село Ручки. Ну, а через несколько недель я получил повестку про инкомат и был призван в армию. В армию и попал в танковый учебный полк. После излечения меня направили в учебный танковый полк. Окончил учебу. Направили или сам захотел в танкишку? Ну, приехал представитель из части. Кто изъявил желание, тот был зачислен в курсанты. Я попал в учебный танковый полк. окончил его. Направили в Нижний Тагил. В Нижнем Тагиле мы получили технику. И маршевые роты были направлены на пополнение 10-го уральского добровольческого танкового корпуса. Значит, на уральских танках уральский корпус. Ну, рассказывать о 10-м уральском танковом корпусе, это вы знаете, что был корпус сформирован на средства рабочих, крестьян, за их собственные сбережения. Короче говоря, от пуговицы до танков все же было приобретено на народные средства. Этот корпус прошел большой боевой путь. Да, путь прошли большой. И этот корпус, и другие. После освобождения Белоруссии, Прибалтики, Украины, танкисты порвали все глубже и глубже. Румыния, Венгрия, Польша, Чехословакия. Ну, из 21-го танка осталось к этому времени уже 7. Некоторые были подбиты, некоторые стали по техническим условиям, так, короче говоря, мы вырвались, у нас было 7 танков. И вот в этом, значит, в Бузеу, на аэродроме, так, вот, приземлялся немецкий самолет. Но я не знал, что это. Дело в том, что когда он приземлился, мне командир батальона майор Сотник скомандовал Васька, огонь. Я с первого снаряда ударил и попал в крыло или в хвост. Факт то, что подбил его, так? Он же взлететь не мог. Но затем мы услыхали, то есть узнали о том, что там какой-то был большой начальник. Да, это действительно был большой начальник. Это по странной случайности. Я был тогда в Бузеу, и это был, даже фамилию знаю, это был полковник Ганс Симон, командир немецкой зенитной дивизии. Вот эти зенитные установки, зенитные пушки, они нам там дали, неприятность была. Они же били прямой наводкой. Вот. И наши танки там пострадали, вот эти все, зениток. У меня в дневнике в то время несколько записей есть, связанных с Бузеу. Вот тут так. Порывающиеся немцы дерутся отчаянно, и мы тоже их бьем беспощадно. Перед рекой Бузеу опять кровавая каша. Отсюда от Бузеу две магистрали, на Плоеште, на Бухаест. Неудивительно, что немцы дерутся до последнего. Немецкие колонны иногда имеют по пять, по десять, по пятнадцать танков, среди них и тигры, и пантеры. А кроме того, тянут с собой остатки артиллерии. А больше всего у них уцелел зенит, из которых они бьют по танкам. Сегодня вокруг Бузеу дрались против наших танков два полка зенитной артиллерии. И наделали там довольно много бед. Пока разговариваем об этом, в штаб приводят командиры той самой немецкой дивизии полки, которые только что дрались здесь. Вот ваша жертва. В это время наши танки второго батальона уже стояли на дороге, которая шла с Бузеу на Плоеште. И заперли. Да, и заперли. Танк Т-34 я оцениваю как отличную машину. Была она очень удачная. Нашими конструкторами построена. Это была скоростная машина. Хорошая проходимость. Маневренная. И вообще последнее время в оружии наш была 85-мм пушка. Пушка была отличная. Я вам хочу сказать, что эта машина была сильная. Такая, я не могу даже вырезать в таких словах. Это машина не машина была, а золото. Она была такая, что в ней можно было куда хотите и где хочет. Где мог пройти человек, там я мог проехать Т-34. когда-то еще будучи в Пехоте, я в феврале 43-го года я видел танки наши. Вот мне почему-то захотелось быть танкистом. Мощные такие машины, такая, ну, какая-то энергия у них у танкистов тоже такая, понимаете, нет? Ну, потом броня мощная, мне просто захотелось стать, желание какое-то такое было, стать танкистом. Вот. Ну, а после господина был набор танковой школы. Ну, вот я на распределительном пункте я, значит, попал. Они раскаялись потом, что пошли в танкисты? Ну, как сказать, на фронте везде хорошо. И там хорошо, и там хорошо. Там же спишь, там же все, пищу принимаешь. И спишь на снарядах. Потому что в танке мы брали тогда не только боекомплект один, а полтора боекомплекта, и все снаряды раскладывали мы на кассетах сверху. На этих снарядах спишь, спишь, встаешь, конечно, бока болят. Ну, по молодости она не так ощущаешь, так, но все равно усталость, помятость, после боя, знаете, гарь, копоть, не всегда вовремя помоешься, так. Грохот. Вот, грохот. Вот, все это дом, дом полностью экипажа. И спим там, не раздеваясь, не снимая ни комбинезон, ни на стерку, все так, живешь, как дома. Уставка, конечно, большая, конечно. После боя, после движения, даже если и боя нет, марш с предвидением встречного боя, ведь это все же напряжение, напряжение, так. Особенно устает механик-водитель, так. Экипаж старался механику-водителю создавать все условия, чтобы он первый отдохнул, так. Вот, так что мы чувствовали друг друга. Кому надо отдохнуть, потому что механик-водитель пойдет в бой, ему надо вести танк, ему надо быть очень сосредоточенным, так, маневрировать в поле боя, так. Вот мы создавали условия механику-водителю, прежде всего механику-водителю, и накормить его, и напоить, понимаете, и вовремя, чтобы он уснул. Мне иногда приходилось подменять механика, когда он устает, попросит, приходилось водить машину. Во время боя не участвовал, это не пришлось мне водить машину в бой, а на марше водил. В зимнее время было туже, конечно, потому что кругом броня настывает, холодно, а у нас, значит, на танках стоял он маховик, и как вентилятор служил, все, воздух тянулся через люка, через вперед на моторное отделение, так что зимой было холодновато, ну, обеспечивали, давали валенки, но мы вообще-то валенки почти что не одевали, потому что это непрактично, неудобно, они не гнутся, не вылезти, не залезть, как-то вообще непрактично, мы мало пользовались, больше в сапогах были. В летнее время начали именно в стерках быть проще, чем мастерку в брюки, в нарушение устава. А зачем в брюки? Ну, для того, чтобы не мешало, чтобы нигде лишнее не зацепилось, ничего, все-таки же там узко, места мало, и приборы, все эти самые барашки все возможные, винтики, все это за всякое может зацепиться, а там это медлить некогда, в случае чего уже, да и когда зацепился, уже мешает самому, а в зимнее время старались, здесь еще быть фуфайка, и все, уже полушубки, шинеля и расставляли. Воевать везде одинаково трудно, что и в пехоте, что и в танковой, все равно. Вот, ну, понимаете, что, как бы сказать, пехотинец, если он привык, вот, окоп выкопал, лег, понимаете, и отстрелился, вот, он привык. А если он в танк попадет, даже вот такой пример был, у нас десантники были, танкодесантники, там по несколько человек, там человек по шесть, по восемь на танке, вот, когда сколько. И вот один был, командир отделения, боевой такой, парень, симпатичный, красивый парень, боевой такой, вот, у него грудь в орденах вся, и вот бывало, ну, попросим, ну, давай, мол, в танк залезем, ну, когда по стопочке там есть, все такое, так он вот влезет, стопку выпил, все, схватил кусочек там колбасы или сала, все, он выскакивает. Я, говорит, не могу тут в нем сидеть, понимаете, вот, какое-то ощущение, говорит, вот снаряд пролетит, сейчас попадет, и все, а уж, вот, земля, говорит, тут она меня, и укроет она меня, и все, значит. На войне, конечно, как на войне, люди эти были, ну, как сказать, прикованы все время к броне, находились все время на танках, они, ну, как вам сказать, были люди-то под открытым, мы, как-никак, танкисты, были защищены, хоть от пули, от осколков, а их нейратный труд был очень тяжел, потому что им очень тяжело приходилось во время боя. Надо было следить, чтобы и танки не обошли, и себя защитить, и танкистов защитить, их работа была очень тяжела во время войны. Ну, бывало тогда, когда приданы были мотострелки или пехота, десантники, они помогали охранять, потому что, когда пришли после боя, значит, еще после боя, значит, нужно механику проверить, двигатели, посмотреть приборы, все, артиллеристу почистить нужно пушку, посмотреть также приборы, все, что может быть подбито, что есть, неисправно, может быть, также потом заправить горючим, пополнить боекомплект снарядов, боекомплект этих, лент, пулеметных, в общем, после боя работы много еще. Ну, а питание никак, питались кухня походная, одна кухня для всех, и для солдат, и для офицеров, что у танкистов нет различия, никакой разницы нет, тут все, все одинаково, потому что все в одной, как вы говорили, коробке, в одном танке все одинаково, и питание, и все. Михаил Павлович, вот я вижу, что вы, так же, как и я, трубчик смотрите, это как, после войны или на войне еще было? Немножко баловался на войне, а потом, когда ушел на пенсию, начал опять баловаться трубкой. Шахтером курить-то, если в шахту опустился, значит, все. Курить не всю упряжку, как у нас называют, курить не курят, а как выскочил на гора-то, да, каждый старается у кого-нибудь подстрелить, закурить. Пускай. Да, еще не мытый, ничего, а быстрее у кого-нибудь подстрелить, закурить надо. А в танке вообще, говоря, по правилам курить не разрешалось, как будто бы. Ну, да курили как, что курил, то и курить. Иванович, а вы в бою курили? В бою, понимаете, в бою курить не приходится, там некогда курить. Почему? Потому что и своих газов хватает, и там не до курения во время боя. А вот уже после боя, вот бой кончается, сразу, ну, были такие товарищи, вот у меня был один Сережа Лонцев, такой хороший товарищ, такой, как бой заканчивается, значит, все, так вроде облегченно вздохнешь, вот, люки открывают, вылетают, и он сразу как-то вылетает, так, о, Ваня, ты жив? Жив, я жив. О, ну, все, теперь мы уже до Берлина дойдем, уже из такого пекла выехали, выскочили молжевыми, то вы же все. Против танка что? Первое, это страшные мины. Первое, это мины. После мин, это артиллерия, авиация, пушки, орудия все возможные, так? Пулеметы, автоматы, винтовки, все. Там же винтовка. Хорошего бойца винтовку, он, что ему, щель стреляет и может ранить или вплоть до того, что и убить механика-водителя. Уже танк обезвенную, некоторое время выведен из строя. Танк не выведен, а механик-водитель начну ли заменить пока туда-сюда, уже идет дело, так скажем. Уже встали. Уже, уже задержка. На мини подорвался все. Если бы не взорвался танк совсем, так? Значит, гусеница сорвалась, или там что-то, ведущие колесо, или звездочка ведомая, что-то, что-то повредилось, так? Вот. Значит, уже задержка. Уже, это, не на 5 минут. Уже, это, это минные сотворы, так? Ну, пушка, это уже это единоборство. Танк с пушкой это единоборство, кто кого вперед успеет. Или танк пушку, или пушка его. Это два грозных оружия, вот. Как это говорится, один одному палец, зубы не ложи. Мы пошли на город Плещи, заправили танки там, ну, и дальше на Сибеу, Сибеу по Трансильвания, Карпаты проходили на танках, так? Затем город Турда, под Турдой сильные бои были, там танковые бои были, много было срочно артиллерии противника, но наши танки смяли это сопротивление, и дальше пошли в Венгрию. И по Венгрии, ну, так мне запоминаются такие города, как вот Вац, это пригород города Будапешта, и в районе города Вац завязался сильный бой, и наша 22-я танковая бригада первая ворвалась в город Вац, и его освободила. В это время, значит, я увидел командира 1-го танкового батальона, гвардии капитана Туренкова, он подъехал, ну, к какому-то зданию, так, впоследствии оказалось, что это Венгрии, подсказали, что это тюрьма, и что в этой тюрьме находятся политзаключенные. Ну, я своими глазами видел, потому что танк рядом был, как командир батальона Туренкова, приказал наводчику развернуть пушку назад, и в лобовую часть он ворвался в эти ворота железные, сломал их, и оказался на площади этой тюрьмы. Ну, там, значит, нам раскрыли камеры, так, вот, охрана в основном все разбежалась, вышли политзаключенные, ну, что у нас было, мы им все отдали, хлеб, ну, сухари, с термосов воду им напоили, колбаса была, в моем танке я колбасу отдал, ну, мешкать нельзя, надо было вперед двигаться. Когда мы обходили вот самое это болото с левой стороны населенного пункта, то здесь мы встретили большую толпу наших людей. немцы угоняли их в себе в тыл. Ну, там были и молодежь было, и пожилые были, и с детьми были. В общем, часть конвоя мы перебили, а часть, значит, они удрали. Ну, эти самые люди-то, они к нам. Мы вышли из танков, у нас только было и радости, а у них уж там и говорить нечего, они просто, а танкисты всегда говорят, чумазые такие, потому что во время наступления пыль ведь, понимаете, пыль, и потом так гарит, потом это работа еще много, мы потеем, и вот получаются такие чумазые. Как чирки, да? Да, и вот нас они вот таких чумазых просто словали, обнимали, даже от радости плакали. В общем, кто что хочет что-нибудь подарить, нападать, я помню, у меня такой мальчик, как сейчас у меня в глазах стоит, он у мамы был на руках, и вот у нее был цветок, и вот мне подарил тот самый цветок. Освобождали заключенных, плененных, угнанных, шли вперед и вперед, но каждый шаг вперед стоил все новых ран и все новых потей. Ну, я на большой скорости как раз, но они не успели развернуть орудие, нам удалось их вместе с орудия, вместе с расчетом, прямо под гусеницей все раздавили. Ну, и вот тут сразу первое попадание, первое попадание фаустопатрона. Погибает как раз Шустеров, командир машины. Наповал, да? Наповал сразу. Ранен Луканов. Ну, Луканов вперед командовали на себя, продолжаем еще в бой. Но это длилось недолго. Тут второе попадание фаустопатрона в башню. Погибает как раз Луканов, как раз упал ко мне в машинное деревне лицом. Я сам инструктор, он подлез к нему, ботишон, мертв уже. Белоконь был ранен. Ранен Белоконь. Ну, теперь, когда машина загорелась, горит машина. Тут еще третий попадание. Я в Союз один. Ну, на задней скорости подставляешь бронь, лобовую бронь, потому что она толще намного. А потом выскакивать уже было некуда на их территории. Включая заднюю скорость, пошел назад. Назад. Хоть вывезти к своей машине. Ну, и когда стало выводить, мотор заклинило. Переверелись моторы и заклинило пушневую группу. Тут уже начали рваться в банках, были у нас запалы от гранат. Запала гранат. Виваться уже было некуда. Тогда я выскочил. Выскочил, сразу люк свой открываю, по мне сразу видно пули. Я уже не слышу ничего, а вижу, как пули песок поднимают. Я сразу под машину и ползком по-пластунски. В это время как раз наткнулся на белоконе. Он ранен был в бок, пуля прошла или осколок, и рука была соединена осколком, все три пальца. Понимаете, тонкий осколок. Да. Ну, я его помог, как раз санитарные собаки были, подскочили там у пляжка собака. Я его взвалил на эту повозку. Ну, и его подосили. А за мной как раз посылают. Ну, с наблюдатором наблюдали, они видели, они рассчитывали после, как рассказывают, они считали, что я погиб. Ну, как нажал мертвый на педаль, машина шла. Горит, но идет. Ну, тогда, когда вы увидели, что я выскочил, за мной послали на спасение чужолый танк. Вот, как раз меня подобрали чужолый танк и вывели. Да. Вот, на второй день после боя, когда нас освободили уже, прошли, продвинулись вперед, тогда пошли смотреть, как это, где машина, посмотрели. Ну, там было много боеприпасов, они все взорвались. но от экипажа пришлось собрать там остатки, это почти, можно сказать, как носовой платочек собрать все остатки. Ну, похоронили, в гробках, как со всеми почечными, похоронили, возле костелом, там костелом, прямо около стены костелом похоронили. Экипаж Шустерова, Луканова, Гордеева похоронили. А судьбу Белокония мне так осталось неизвестно, как он жив остался. А вы, а вы вас уже уборщили потом, да? Нет, мне сразу санчасть приручили, полку сразу. У меня осколки были спиной, это от брони, не от снаряда, ничего, от брони эти расколки, потому что был сильный удар, там просто было невозможно. Оружило меня крепенько стукнуло. Ну, с тех пор я стал заикаться, приехал к маню, ну, мама болела как раз. И когда с ней стал разговаривать, ну, она, что ей говорит, я не пойму, но вроде так это, по губам, понимая, что, о чем речь идет. Слов слышим. Ну, и старался не показать, что заикаюсь. Сначала про себя во вторых, а потом уже начинаю говорить, и при том не спеша, когда спешишь, то не получается. Но она все равно заметила, она говорит, почему ты так редко говоришь-то? я отвечаю на твои вопросы, как ты их задаешь, и я отвечаю на вопросы. Ну, мать не обманет, как я хочу. Она посмотрела, так, правда, ничего не сказала. Ну, это продолжалось слух, так он стал плохой, после этой контузии. уже неизлечим, врачи сказали. Ну, а постепенно, как врачи приписали, петь нужно, песни. Вот, когда поешь, что не заикаешься. Игорь Федорович, из ваших воинских документов видно, что у вас немало, немного, шесть ранений. И пока служили в полевой артиллерии, и когда пересели на самоходку, где и когда они были, эти шесть ранений? Ну, первое мое ранение было в 43-й армии под городом Юхновом и Медынью. Или, короче говоря, Заящая гора там такая есть. Это когда? Это было, значит, 41-й год, начало 42-го года. Зима, да? Зима, зимою. Точнее, я сейчас число это не могу сказать. Значит, мое первое ранение, я служил тогда в артиллерии народщика. Тяжелое ранение было? Тяжелое было ранение, значит, с повреждением кости. В ногу меня в бедро ранило. Разорвалась мина возле орудия. Второе ранение на Калининском фронте освобождали город Невель, Торопец и станцию Сокольники. На станции Сокольники меня ранило. То же самое получил осколочное ранение, тяжелое в спину, в бедро и в руку. А третье ранение это Орловско-Курская Дуга за мой родной город Болхов. Четвертое это на реке Одар был то же самое. Погиб у меня командир машины, меня легко ранило и машиной командовать было указано мне. Я машину принял, продолжал бои. Бои шли очень тяжелые, осознащенные за реку Одар. Пятое ранение у меня было в городе Подздаме, когда брали город Подздам. А шестое последнее? А шестое ранение у меня было Праги, когда уничтожали последнюю группировку немецкую. Шесть ранений. А за ними не только биография человека, а историю войны. Но история войны была бы неполной. Без этого, без Урала, Челябинска, Нижнего Тагива, Свердловска, где рабочий класс день и ночь, не доедая, не досыпая, делал эти танки. обо всем этом и можно и, наверное, нужно сделать еще одну отдельную картину. А может быть и не одну картину. А здесь хотя бы напомним об этом. Советская армия и трудовой народ неотделимы. Так это было, так есть и так будет. Михаил Петрович, за вашу солдатскую работу на земле три солдатские славы, а за вашу работу под землей три шахтерские славы. Сколько вы под землей проработали? 16 лет я проработал под землей. Походчиком, да? Походчиком начинал я забойщиком. окончал проходки. Так что, так же как эти, так же как ордена славы эти на передовой, так и эти тоже только на передовой. Да, под землей работа, короче говоря, над тобой такая толща земли. За восьмую пятилетку, за досрочное выполнение плана был награжден орденом Октябрьской революции. уходил на пенсию, наградили медалью как ветерана труда. Да, Николай хорошо грудь широкая, а то бы не поместилось все это. Ну, я же уже рассказывал, что шахтеры всегда в бане смеялись, говорят, говорят, должен два раза помыть спину мне, говорят, я тебе один раз, а ты два раза, спина широкая. Потому что выезжаешь из шахты, вы сами знаете, что весь в углю, пыль угольная покрывает, человек потеет, грязный, отмываешься, ничего. Вчера, когда никак не могли вам дозвониться, вспомнил о вашем командире танка, который лишился руки на воде, которым вы рассказывали, с ним, наверное, открывали все в УТ. Да, мы с ним полчаса целых разговаривали, вспоминали. Ему отняли правую руку после в госпитале, после окончания, ну, в общем, короче говоря, когда он вылечился, его комиссовали, он приехал опять сюда, в Москву, домой, окончил исторический институт, в настоящее время работает научным сотрудником в институте марксизма и ленинизма. Так что, командир танковой строитель, а радист шахтеры. Шахтеры, да. А вы тракторист? Я обратно трактористов. Я сказал, побывал в месяц два председатом СВИПО, ну, что людина неграмотно не выходит, мучить кого-то самому себя, я решил, что на тракторе это очень доброе сделать. Это 30 лет после войны так-то? Да, робил на тракторе. И, в общем, встал у меня трактористов с 30-ти самого года. По сегодняшний день. И зараз я роблю трактористов на механизированной лопате, тросова Л-3. Однако, вернемся к войне, одни уже на пороге победы выбыли поранением, но другие до самого последнего часа все еще добивали фашистов. Там все было так испахано, все изрыто, вся земля вверх дном перворосида. Не поймешь, где там, понимаете, эти доты, зотопы, траншей, хода, понимаете, убитых водон, жарко стояло, пыль. Константин а сколько танков за бои сменилось у вас? Восемь штук сменял своих танков. Восемь штук? За всю войну. Восемь штук. Ведь белые церкви, вот, как я шел на то, восемь штук сменял своих танков. Восемь штук? Да. Ну, такие, два штуки сгорело. А все повреждены? А все были повреждены, какие еще были отправлены, они еще потом, кто с нами еще воевал, я сменил пять танков. Четыре сгорело, выскочил, а один был подбитый бомбой. Пять танков? Пять танков, да. Ну, и пришлось выскакивать, конечно, не мне одному. Некоторые оставались в танках, горели. Ну, это дело такое, что трудно даже вспоминать. Рефорсирование Одера здесь был, как говорили они, последний рубеж. Они держались за каждую пять земли. Ну, в районе Штейнау города мы форсировали реку Одер. Когда мы подошли к Одеру, захватили исправный мост. Нас шесть танков переправилось через этот мост целый, немцы нас потеснили. Когда они нас потеснили, значит, мы отрезали от подхода к мосту. Мы закрепились на небольшом плацдарме. Там были тогда ожесточенные бои. Они старались нас сопкнуть в воду, потому что это кусочек земли, который мы захватили, этот плацдарм. Они сосредоточили весь огонь туда, значит, они обстреливали нас с артиллерии, бомбили сверху. Ну, мы выстояли. А пятачок маленький был? Пятачок. Ну, вы представляете, если рота автоматчиков и шесть танков это могут все занять. Потеряли мы когда три машины, три только уцелело. Но вы стояли, выжили. Третий наград это под Берлином мы приехали, там была речка, мы могли ее форсировать. Мы стояли в доме, где какой-то родственник Гитлера был, там их дача была. Там стояла вся бригада. Мы стояли там всю ночь и целый день. пока там работали переправу. Ну так под вечером у меня очень болитый зуб. И я пошел в санчасте. Немцы с другой стороны натиснули для того, чтобы наши забрали от этой части и туда, как он тиснул, чтобы было отбитым. А он хотел сюда между лесом и этим курортным местом прорваться и перерезать дорогу, чтобы... Немец? Да. Ну, как сделали тревогу, то и танки ушли. А меня то кто может вместить машину, как я командир машины? Побег за мной, командир машины, значит, в санчасте. Ну и побег одной дорогой, а я другой. Прибег, бью, трасируют себе пулями, туда по по той перехорке между лесом и садом, а чем там было расстояние может полкилометра может быть. Ну, уже так темнило. Ну, я приехал на пушку того сада, повернул пушку, сказал хлопцам, чтобы повернул пушку командиру башни, чтобы повернул наводчику пушку направо. Ну, и так на лед счастья, думаю, что может что-то попадать. И, значит, бронебойным зародили и пустили, и подбили одного бронетранспортера. То нам было видно, что шесть танков подбили мы там, че восемь и еще 12 транспортеров, и еще приехал спаренный пулемет, ну, и там, наш. И мы, в общем, вдвох подбили ту его контратаку, ну, наложили то и пехоти аж грубо на той долине. Так что им не удалось там сделать. Они уже подползлили до самого сада, туда ниньцы. Но мы отбили то и все. И потом пришли наши. И утром встали, пригостли на военного совета, как подивилися на то и все. И он сказал, командир полка, только представьте героя Советского Союза. И видишь, какие героические подвиж строили. Командир полка сказал, у меня герои уже есть два. А кавалера немало полного, ни одного. У меня уже было тогда двое славя. И дали мне третью, первую степень ордена славы. Так что я уже в Праге был кавалер полный тропу ордена славы. У Праги состоялся большой парад наших войск. Я, значит, после этого, значит, после, как вышел из этой тоже самой группировки, я был тоже раненый. Машина моя была вся избита, крылья неизорванная. Имела 24 пробоины всего, боевая машина, которую я ее сдал. Ну, хотя и машины были наши, прошли большой путь и избиты, наша часть непосредственно, как часть была заслуженная, она участвовала в этом параде. И вот, когда мы проходили по улицам города Праги, то все население буквально вышло приветствовать наши войска. Они вышли цветами, говорится, убранные, и все старались как-то отблагодарить. Я, как командир, значит, машины, я все время стоял по всех отпорах открытые, люка у меня были открытые, у водителя тоже люк открытый был. И каждая, значит, девушка, парень, старались, значит, чем-то отблагодарить, встать, значит, на машину, значит, уручить, значит, цветы, и прочее, и прочее. Ну, я очень боялся. Почему? Потому что машина вся была как-то, все избитые, крылья изорваны осколками, и, значит, я боялся за то, что мирное население, значит, зацопишь ее, понимаешь, и под гусеницы. Я очень переживал, пока, значит, этот парад проходил. Мне посчастливо сбыть на параде победы. Так весь народ наш ждал его с нетерпением. Да не только народ наш, даже весь мир ждал, когда кончится такая битва. И мне посчастливилось быть на этом параде. Когда въезжали в Москву, появлялись в метро, незнакомые люди, совершенно незнакомые, обнимали нас, целовали, считали, как мы, вроде победителя. Не то, что мы победители, весь наш народ, собственно говоря, победитель являлся. Ну, нас как-то особенно, понимаешь-то. Вот так возьмут, понимаешь-то, и обнимают в метро. Товарищ, да что вы, знаешь-то, начинаем мы вроде упрашивать. Ну, все равно народ не в таком настроении, что здесь, вот вы, именно вы освободили. Ну, мы не принавали значения, что нас же там было много. Да, истинная правда, что три-то четверки, да и самоходки были не машины, а золото. А все-таки хочется повторить еще раз старую истину, что самое главное, золото, были все-таки сидевшие в них люди, посмотрите на них еще раз, прежде чем остаться с ними. Михаил Летягин, Евгений Сенаторов, Василий Бояк, Михаил Большаков, Матвей Синельщиков, Егор Полтев, Илья Сергеев, Константин Венгер, Иван Архипкин, Василий Шаров. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok